телеурок здравствуйте ребята рада приветствовать вас на уроке математики тема урока площадь прямоугольника на уроке познакомимся с единицей измерения площади квадратный сантиметр научимся находить площадь прямоугольника используя новую единицу измерить закрепим умение решать составные задачи будем совершенствовать вычислительные навыки девиз урока на уроке наши глаза внимательно смотрят и все видят уши внимательно слушают и все слышат голова хорошо думает повторим таблицу умножения на 6 число 6 умножить на каждое число на лепестке начиная с числа 3 двигаясь по часовой стрелке проверим 18 48 36 24 42 54 теперь повторим таблицу деления на 7 число на каждом лепестке разделите на 7 начиная с числа 56 двигаясь по часовой стрелке проверим 8 5 6 9 3 7 молодцы ребята какие числа закрыты запишите примеры проверим проверим вы вставили числа в первый столбик 2 1 5 во второй столбик 2 8 5 хорошо решим задать строительном отряде было 19 юношей и 9 девушек они разбились на бригады по 7 человек известно что юношей было 19 а девушек 9 и они разделились на бригады по 7 человек надо найти сколько бригад получилось какой ответ вы получили правильно 4 4 бригады объясните маме как вы решали задачу ученик одной из школ дал ответ 21 как он решал 19 плюс 9 минус 7 равно 21 в чем была его ошибка как надо было рассуждать чтобы получить правильный ответ первым действием узнаем сколько всего было человек 19 плюс 9 равно 28 человек всего вторым действием узнаем сколько бригад получилось 28 разделить на 7 равно 4 бригады получилось пишем ответ получилось 4 бригады вспомните что такое площадь фигуры площадь фигуры площадь фигуры величина показывающая сколько место занимает фигура на плоскости какие вы знаете способы сравнения площади первое визуально то есть на глаз второе наложением третье с помощью мерок остановимся на третьем способе какие мерки можно использовать для измерения площади фигуры чтобы площадь измерять очень важно мерки знать мерки не простые плоские такие например утенок решил измерить площадь прямоугольника используя в качестве мерки треугольник площадь прямоугольника с помощью этой мерки равна 40 треугольников ежик решил этот же прямоугольник измерить с помощью квадратов у него получилась площадь равная двадцати квадратам тигренок измерил площадь этого прямоугольника меньшими прямоугольниками мудрый филин задумался у кого верно посчитана площадь фигуры а вы как думаете запомните при разных мерках получается разный результат измерения поэтому сравнивать складывать и вычитать величины можно только тогда когда они выражены одинаковыми мерками сравните эти два прямоугольника можно ли их сравнить на глаз или наложением какой из них больше нет нельзя надо использовать мерку например квадрат посчитайте сколько квадратов получилось в голубом прямоугольники и сколько в красном в голубом 20 квадратов а в красном 18 значит площадь голубого квадрата больше для того чтобы не было путаницы при измерении площадей люди договорились использовать общие для всех мерки сегодня мы познакомимся с одной из стандартных мерок измерения площади квадратным сантиметром это квадрат со стороной один сантиметр чтобы отличать его от сантиметра ставят цифру 2 и читают квадратный сантиметр площадь записывают за главной буквой латинского алфавита с продолжим урок начертите прямоугольник длина которого 6 сантиметров и ширина 4 сантиметра разделите его на квадратные сантиметры длину прямоугольника обозначим латинской буквой а а ширину латинской буквой б сколько полос с квадратами получилось верно 4 сколько квадратов в каждой полосе 6 квадратов как узнать сколько всего квадратов в прямоугольнике верно надо 6 умножить на 4 что такое 6 сантиметров это длина прямоугольника что такое 4 сантиметра это ширина прямоугольника сделайте вывод как найти площадь прямоугольника молодцы надо длину умножить на ширину и так чтобы найти площадь прямоугольника измеряют его длину и ширину в одинаковых единицах измерения и находят произведение полученных чисел то есть чтобы найти площадь надо его длину умножить на ширину и площадь будет выражена в соответствующих единицах площади получили формулу нахождения площади прямоугольника с равно а умножить на б посмотрите на решение задачи разделим прямоугольник на квадратные сантиметры записываем формулу нахождения площади подставляем формулу соответствующие данные записываем решение и ответ молодцы ребята подведем итог урока какая величина была главной хозяйкой нашего урока конечно площадь площадь какой фигуры мы научились находить площадь прямоугольника с какой новой единицы площади познакомились с квадратным сантиметром что такое квадратный сантиметр это квадрат со стороной один сантиметр как найти площадь прямоугольника чтобы найти площадь прямоугольника надо длину умножить на ширину то есть с равно а умноженное на б наш урок подошел концу вы молодцы я прощаюсь с вами до свидания до новых встреч до новых встреч